Всем привет! С вами канал Все про Android. Сегодня у нас видео о обновлениях YouTube, которые уже доступны и которые выйдут. Я сделаю преданонс. Вот так выглядят все обновления, которые YouTube уже анонсировал. То есть вы, перейдя в свой основной аккаунт, не аккаунт бренда, сможете просмотреть, что будет доступно. Мы посмотрим некоторые функции, которые уже заработали. И я вкратце расскажу о функциях, которые будут доступны. Как вы знаете, обновление проходит волнами, поэтому некоторый функционал может быть еще недоступен. Итак, пожалуй, начнем с основного. Это вкладочка, которая теперь называется «Вы». Перейдя в эту вкладку, у вас здесь изменилась, более доступна стала история, плейлисты, более это все открыто. Далее здесь же настройки. В общем, изменения коснулись в основном интерфейса и удобства поиска в истории в плейлистах. Как только вы откроете видео, вам будет доступна другая функция, которая называется «Перемотка». Я сейчас уберу звук для того, чтобы было понятно. Теперь, если вы открываете видео, вам будет доступен следующий тип перемотки. Если вы зажмете экран, у вас появится вот такая надпись, воспроизводится на второй скорости, и будет идти перемотка до тех пор, пока вы держите экран. Как только вы отпустите экран, перемотка будет остановлена. В этом же обновлении вышла функция, она уже доступна, но доступна в полноэкранном режиме. В отличие от предыдущей функции, переводить можно как в маленьком окне, так и в полноэкранном режиме. Это функция блокировки экрана. Для того, чтобы ее активировать, вам необходимо перейти в настройки, в настройках выбрать пункт, который называется «Блокировка экрана». И теперь никакие прикосновения к экрану не будут работать, пока вы не нажмете «Разблокировать». После разблокировки, разумеется, все будет снова доступно. Следующая функция – это стабилизация. Переходим в настройки, выбираем постоянный уровень громкости, и он будет включен. Следующая функция пока еще не работает. Она опирается на искусственный интеллект. И если вы смотрите видео с призывом автора подписаться, то кнопочка будет подсвечиваться, анимация, так же, как к примеру, если вы нажмете «Лайк», к примеру, вот так будет подсвечиваться и кнопка «Подписаться». Думаю, это, в общем, направлено в первую очередь на призыв к подписчикам. И еще одна функция, которая не работает, пока не активна, это поиск песен по голосу. Если вы перейдете в «Поиск», то есть вы выберете значок увеличительного стекла, нажмете на него, у вас появится вот такой вот функционал. Здесь будет возможность перейти между выбором голоса и песни и напеть, насвистеть песню, и она будет найдена. Тоже функция пока не активна, но я думаю, вскоре обновление придет. Итак, несколько функций, которые уже активны, вносят существенное улучшение в возможность использования YouTube, ну и функции, которые пока недоступны. Это поиск по голосу, призыв подписаться. Ну, думаю, что основное уже доступно и готово. Основное из тех функций, которые важны при воспроизведении и просмотре. Так что проверяйте у себя, не забудьте проверить обновления на маркете, на ваше приложение YouTube. А я же на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч! Продолжение следует...